Название нашего проекта – это использование бактерий и низкосортных углей для приготовления брикетированного угля. Цель нашего проекта состоит в том, чтобы использовать низкосортные угли, которые мы получаем из екибастузских и карагандинских угленных месторождений. И используя микроорганизмы, мы повышаем качество угля и также выпускаем продукт под названием брикет. То есть мы все знаем и очень часто встречаемся с брикетированным углем в заправках и в других местах, магнуме, например, для использования на природе и так далее. То есть мы знаем, что в нашей республике брикетированного угля не выпускается или выпускается в очень некачественном виде. И используя микроорганизмы, мы решаем данную проблему. Но проводя исследования по этому проекту, мы узнали, что есть микроорганизмы, которые выделяют особый фермент, уриазные ферменты, которые сдерживают пыль и осадки, которые выделяются во время горения угля, что способствует уменьшению зловредных веществ, которые выделяются во время горения угля. А также мы нашли микроорганизмы, которые поедают серу в самом угле и уменьшают вред наносимой экологии и человеку в общем. Отличительная особенность нашего продукта состоит в том, что мы не используем химические вещества, мы работаем только с микроорганизмами. На данном этапе мы сейчас исследуем брикетированные угли на основе уже не бактерий, а микроводорослей. Таких продуктов и аналогов в нашей республике нет. В зарубежных странах они встречаются, но коммерциализации и производства таковых нет. Это ИК Фурье спектроскоп от компании Брукер, то есть немецкой компании, последней модели. То есть это инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье. В нашей лаборатории этот аппарат используется для исследования низкосортных углей. То есть мы исследуем химические компоненты и структуру низкосортных углей для того, чтобы узнать, в каком направлении у нас идут изменения в наших углях. Также вы можете здесь наблюдать, у нас тут есть разные спектры углей. Исследуя их, мы понимаем, на каком этапе у нас находится сейчас работа. Работы по коммерциализации проводятся у нас успешно. Также, как я и сказал, мы нашли группы микроорганизмов, которые уменьшают зольность. И они способствуют уменьшению серы в угле. То есть благодаря этому проекту у нас появились два новых проекта. То есть в этом году уже планируется коммерциализация уже не одного, а трех проектов. Не только с бизнесом, но также и с АЛЭС, с алматинскими электростанциями, то есть с ТЭЦ.